Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Честные отцы, братья и сестры, сегодня мы слушали Евангелие от Луки. Слышали притчу, то есть историю о богатом юноше. Есть притча, которой сам Господь Иисус Христос своим ученикам говорил часто в высказательной форме, передавал духовный смысл, какие-то очень важные духовные смыслы, чтобы они были в ясных, зримых, понятных образах людям приведены, чтобы они об этом размышляли. Но притчами еще и называются истории евангельские, именно то, что Господь когда-то говорил ученикам, или какие-то события евангельские, в которых Господь непосредственно участвует. Все Евангелие, оно о Спасителе и о делах Его. И вот сегодня мы слышали, как Господь, Господа встречает богатый человек. В другом Евангелии сказано, что он был молодой человек, но он был не просто богатым и молодым, но был еще человеком знатным. И вот этот человек спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, вопрос непраздный, потому что все люди ищут спасения, ищут спасение через праведность. И тогда Господь ему напоминает, что нужно делать, чтобы достигнуть праведности. И говорит о том, что напоминает ему заповеди, «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуешь, не лжесвидетельствуешь, почитай отца и мать свою, и будешь иметь сокровища на небесах». И тогда ему этот юноша говорит, что он это сохранил от юности его. Господь тогда отвечает, «Тебе еще малого не достает, раздай свое имение, продай свое имение, раздай нищим, приходи и следуй за Мною». И вот после этого юноша отошел с печалью от Господа, потому что, сказано, у него было большое имение, он был очень богат, и не смог пойти за Господом, хотя вот в другом Евангелии сказано, что он полюбил этого юношу даже. То есть он был действительно чистый, праведный человек. Но вот к этому призыву он был не готов, потому что, чтобы следовать за Господом, Евангелие вообще очень радикально, чтобы следовать за Господом, нужно действительно отречь от всего. И, собственно, мера любви к Богу – это мера нашего отречения от всего того, к чему привязано наше сердце. Но нужно еще вот что отметить, на что Господь обращает внимание. Когда он перечисляет заповеди, он заповедь убийства не ставит на первое место, да? А на первое место какое ставит заповедь? Не прелюбодействуем. Почему? Потому что этот грех наиболее распространен, убийство понятно, все люди отвергают убийство, и понимают, что люди совершают убийство в каком-то сильном гневе, в каком-то сильном порыве, это какие-то уж совсем злые люди. А грех блуда настолько разлит сегодня, что и грех прелюбодеяния, к сожалению, тоже, что люди, как-то стараясь себя извинить, к этому греху относятся достаточно исходительно. Пока самих людей это не коснулось. И поэтому, конечно, именно вот эти слова спасителя, они очень важны для нашего размышления, потому что блудник не только себя губит, это смертный грех, но еще губит того, с кем этот грех он совершает. И, кроме того, часто разрушаются семьи, если мы говорим о прелюбодеянии. И даже если грех как-то это извиняется, пытаются и дети внушить, ну что же, это любовь. Но это не любовь, это блудный бес на самом деле, который человека вводит в погубу и в погибель. Это первый очень важный момент. А потом же, опять же, этот грех он приводит к убийству часто, потому что аборты часто бывают следствием или блуда, или прелюбодеяния. Очень важный момент. Второе убийство, ну тут понятно. Грех клеветы. Вот кого называют Сафану клеветником? Действительно он клеветник и увлек своей клеветой за собой еще часть ангелов, преданных ему. В книге «Бытия» говорится о клевете. О клевете мы знаем книжников, фарисеев, которые клеветали на Христа. И из этой клеветы он был возведен на свою Голгофу. Клеветали постоянно во время его проповеди, клеветали на него перед Понтием Пилатом. Мы знаем святителя Иоанна Златоуста, которого также в результате клеветы он лишился своей кафедры. Не просто переживать клевету, хотя тот же Иоанн Златоуст говорит, что нужно стойко это переносить, потому что таким образом мы приобретаем себе венцы, очищаемся от каких-то своих грехов. Но тот, кто клевещет и последует клевете, того также настигает наказание Божие. Поэтому бояться надо этого, кто явно клевещет, и те люди, которые вольны или невольны в ней участвуют. А мы все очень склонны к осуждению, к охуждению, и поэтому очень легко разносим вот такую информацию. Ну и еще грех почитания отца и матери. Сегодня это тоже серьезная проблема для многих. Почитание родителей сегодня не в чести. И если детей, родители стараются воспитывать в почитании, и это очень сложно дается сегодня, потому что именно наш народ, русский народ, это народ, который растерял традиции. И снова сейчас попытки какие-то хотя бы эти традиции себе вернуть. И все это очень непросто дается. Но в тех народах, в которых сохраняется почитание родителей, там и семьи крепкие, там и нет этих страшных абортов, и рождаемость на высоте. Нам же с этим очень и очень много еще нужно, над этим очень еще много нужно работать. Ну и, наконец, само пристрастие к богатству. Псалмопевец Давид говорит о том, что «аще богатство течет, не прилагайте сердце». Это сделать очень трудно. И поэтому понятно, что Господь говорит, что богатому трудно в эти царства Божия. Если сердце прилипается к богатству, то тогда очень бывает сложно сделать выбор в сторону какого-то добра, в сторону другого человека. Отдать что-то от себя. И часто эти просьбы, или, допустим, человек знает и понимает, что нужно оказать помощь, и этого не делает, они всегда касаются именно материального. Много людей бездольных, много людей, нуждающихся в помощи, а человек закрывает сердце, говорит, что «я, может быть, это сделаю потом». Но потом, как известно, это бесовский календарь. Как правило, только здесь и сейчас, пока ты жив, пока бьется твое сердце, пока дыхание на ноздрях твоих, как говорит Священное Писание Ветхого Завета, ты должен стараться отдавать, пока Господь еще дает тебе такую возможность. Другой бы человек уже все отдал для того, чтобы вернуть здоровье, для того, чтобы вернуть себе доброе имя, но уже ничего невозможно, когда он уже стоит на пороге смерти. Остались последние минуты и часы. Тогда о многом человек жалеет и многое готов, но уже сделать ничего не может. Такое вот сегодняшнее евангельское слово, которое научает нас быть бдительными и стараться следить за собой, и стараться предотвращать тех, кто находится на погибельном пути, добрым словом или строгим внушением и предупреждением, потому что тем самым мы спасаем и свою душу, как говорит апостол Яков Божий, если кто-то совратится с правого пути и обратит, кто его, тот покроет душу свою от множества грехов и спасет душу свою от смерти. Аминь. А причастники, послушайте благодарственную молитву по святому причащению. Слава тебе, Боже! А, да. Еще мне хотелось бы огласить награждение, предложить огласить награждение людей, которые помогали на специальную военную операцию. Благодарственное письмо преподано Иванову Константину Викторовичу, заместителю генерального директора ООС «Пецстрой», Выборг за усердные труды на благо Выборгской епархии и во славу Русской Православной Церкви. Благодарственное письмо преподано руководству магазина необычных сладостей за усердные труды на благо Выборгской епархии и во славу Русской Православной Церкви. Аксия! 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 Благодарю. Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия!